Нальчик Калейдоскоп В сегодняшнем выпуске вы увидите В начале наши поздравления с Днем Пограничника Продолжит программу передача Мартыновцы в Нальчике А завершит эфир передача по следам 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии Надеемся, что эти телевизионные материалы вызовут у вас интерес Оставайтесь с нами и смотрите Калейдоскоп 28 мая вся Россия отмечает День Пограничника Мы поздравляем всех с этим замечательным днем Желаем мира, счастья, а воинам-пограничникам надежно охранять рубежи нашей Родины Зеленые погоны и звезды на плечах Парит над нами наш орел двуглавый Сегодня мы уходим служить в погранвойсках У нас в руках спокойствие державы Над КСП летают стремительно стрижи И о границах ничего не знают А мы здесь охраняем родные рубежи Нас Родина на прочность проверяет Погранзастава, погранзастава Кому звезда, кому покой, кому-то слава Погранзастава по периметру страны Мы на чеку, мы в состоянии войны С любовью вспоминаем родной далекий дом Девчонок, что успели в нас влюбиться Здесь только 45 секунд дается на подъем Иначе нам не выжить на границе Опять в дозор уходим, сжимая автомат Мы стали здесь увереннее и строже Опять приказ, подъем, бросок, идем на перехват Граница на замке и щит надежен Погранзастава, погранзастава Кому звезда, кому покой, кому-то слава Погранзастава по периметру страны Мы на чеку, мы в состоянии войны На море и на суше, в полях, горах, лесах Тяжелый родный труд несем мы гордо И силеные погоны мы носим на плечах И на своей земле стоим мы твердо Российские кордоны и деды, и отцы Из века в век держали, погибая Ведь первый бой обычно принимают погранцы С собой родных и близких заслоняя Погранзастава, погранзастава Кому звезда, кому покой, кому-то слава Погранзастава по периметру страны Мы на чеку, мы в состоянии войны Погранзастава, погранзастава Кому звезда, кому покой, кому-то слава Погранзастава по периметру страны Мы на щеку, мы в состоянии войны По грозаставам, по периметру страны Мы на щеку, мы в состоянии войны В канун празднования 71-й годовщины Великой Победы В Кабардино-Балкарию приехала делегация из Мартыновского района Ростовской области Глава администрации района Анатолий Тесленко Начальник сектора по работе с казачьими объединениями Мартыновского района Сергей Лысенко И руководитель поискового клуба «Боевые рубежи» Александр Мартынов Прибыли в республику с почетной миссией вручить памятные медали Участником и организатором конного перехода «Нальчик-Большая Мартыновка» На лошадях кабардинской породы Совершенного год назад в честь 70-летия Великой Победы И памяти бойцов 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии По инициативе членов клуба «Боевые рубежи» Сергея Ляшика и Алексея Царевского Была отчеканена памятная медаль Участнику конного перехода «Нальчик-Большая Мартыновка» Торжественную церемонию открыл министр культуры Кабардино-Балкарской республики Мухадин Кумахов Дорогие друзья, я искренне приветствую всех, кто сегодня собрался в этом зале Для того, чтобы провести приятную процедуру награждения И сегодня у нас замечательные гости Я думаю, что лишний раз говорить о том, кто они такие, для нас не стоит Потому что сами все видели своими глазами И прочувствовали отношения людей, живущих в Мартыновском районе К памяти наших отцов и дедов Много лет тому назад я первый раз попал в Мартыновский район И у меня ощущение было, что я не выехал за пределы Кабардино-Балкарской республики Потому что каждый шаг – это напоминание о нашей республике Это и улица Кабардино-Балкарская, это и улица Озова, это и школа имени 115-й кавдивизии Это и камни в каждом хуторе, как напоминание будущим поколениям о том Что бойцы 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии защищали рубежи к Волгограду И сегодня еще раз это лишним не будет Я хочу через Анатолия Николаевича передать всем жителям Мартыновского района Огромное спасибо от каждого жителя нашей республики Это удивительные люди, которые хранят свою историю И при этом не забывают, что в этой истории принимали активное участие И люди, которые пришли тогда защищать и жителей Мартыновского района, да и всех жителей Советского Союза И помните тогда по поручению главы Кабардино-Балкарской республики Юрия Александровича Кокова Вот этот конный переход был осуществлен и осуществлен на высоком уровне Я думаю, что и жители этого района, и мы, кто туда поехали, никогда не забудут эти памятные, очень добрые, очень волнительные дни И проведенные вместе время Анатолий Николаевич, пожалуйста, вам слово Спасибо Я очень рад находиться в этом замечательном месте, в Нальчике, в этой замечательной республике Я первый раз в Кабардино-Балкарии, поверьте, что впечатления, те, которые на меня произвела дорога 80 км от границы до Нальчика, конечно, на дорогого стоит Спасибо вам, что вы своими руками создали такую жемчужину, сохраняете ее и благо приносите тем, что вы проживаете на этой земле Вернемся на год назад, поверьте, что уже мне 53 года, да давнешние, я всю жизнь прожил в Мартыновке, не в Мартыновке, в Мартыновском районе, родился там Но вот то событие, а это именно было событие, которое произошло год назад, в мае прошлого года Оно, поверьте, стало таким эпохальным Почему? Потому что, во-первых, то, что было сделано, очень серьезная работа И очень серьезное дело, которое было посвящено той победе Победа была общей тем событиям, которые произошли 74 года назад на Мартыновской земле Это, конечно, было очень здорово, что нашлись те люди, которые сегодня помнят Это внуки, это дети тех бойцов, которые полегли на территории Мартыновского района Но очень важно, что именно вот это мероприятие, которое произошло, оно дало возможность по-новому взглянуть На ту страшную войну, которая была на территории, в том числе и Мартыновского района, и всей Советского Союза Вот, правильно сказать, было грамотно все это проведено У нас замечательный фильм У нас вот люди знали, понимали Многие, может быть, не до конца понимали, что происходило в те годы Но когда мы все это по-новой, благодаря вам, благодаря этому мероприятию Мы смогли показать и рассказать, что да, была беда Были герои, которые защищали на территории Мартыновского района Это было фактически предтеча Сталинградской битвы На семь дней остановили врага Практически три полка фашистов было перемолото вот в этой мясорубке Да, наших полило больше, к сожалению, это так Но на самом деле, об этом еще раз говорю Мартыновцы знают какие-то поколения, кто-то забывает Но вот сегодня это все по-новому в наших душах возобновилось И вот поверьте, что далее мы после того, как получили материалы, видеоматериалы Со всем с этим прошли, в первую очередь, по школам Мы показали, мы рассказали, что было Почему? Потому что не во всех, честно, учебниках написано про бои в Мартыновке Не каждый историк может быть молодой, тем более знает, что на самом деле происходило Но когда вот все это добавилось, вот сегодняшнее событие, событие прошлого года И все это по-новому воспринято было И поверьте, что это дорогого стоит Почему? Потому что это на самом деле вот то практическое вложение, которое должно быть Должно продолжаться и продолжаться многие-многие годы вперед Поэтому я, конечно же, хочу вам сказать, те, кто принимал непосредственное участие Кто занимался организацией всего этого перехода Большое спасибо! Для нас это событие, которое мы не забудем никогда Поверьте, я отвечаю за свои слова И я могу это сказать с полной уверенностью тех людей, которые меня окружают и проживают в Слободе Большая Мартыновка Конечно, основное это то, что было сделано в те годы Страшные годы Великой Отечественной войны Я еще раз повторюсь, что фронт шириной 50 километров Было поручено отстаивать 115-й дивизии Да, это 7 суток страшных боев, которые происходили на этой земле Это то, что нужно было сделать в тот момент Можно по-разному оценивать то, что было сделано Но на сегодняшний день мы понимаем одно Это были капли, крупицы общей победы И они состоялись И за это огромное спасибо нашим дедам В основном дедам и отцам, которые воевали на Мартыновской земле Которые воевали на Кавказе Которые воевали на всех фронтах Я вам скажу, что Мартыновский район на сегодняшний день Имеет серьезные показатели и по сельхозпроизводству Мы последние два года получаем урожаи Те, которые мы не получали и в советские времена Но вот для нас, если было нормой 22-23 центнера зерновых Мы сегодня получаем по 30-32 центнера в прошлый год Я хочу сказать, что это не из-за того, что вам такая земля досталась Вот вам повезло Нет, сегодня есть хозяева Есть люди, которые умеют на этой земле работать Которые стремятся, чтобы земля давала все больше и больше результатов Возрождается у нас или реконструируется орошение на земле Кто был у нас в Мартыновке, вы знаете Сейчас сегодня там эти каналы Не обойдешь, не переедешь Только нужно как-то форсировать Поэтому это сегодня все по новой И в рамках тех событий, которые вокруг России происходят Все это возрождается и поверьте, мартыновцы полностью в теме Они занимаются тем, что работают на благо России Все это благодаря тому, что когда-то 74 года, 71 год назад общей победы Было сделано так, чтобы мы с вами могли на этой земле жить и процветать Поэтому я хочу сказать всем еще раз огромное спасибо за ту работу, которую вы сделали К нами было подготовлено распоряжение И вот согласно этому распоряжению мы будем произвести награждение уже после процедуры Это не от власти мероприятие пошло, не от органов государственной власти Это выступили с инициативой сидящие здесь Беслан Гулижинов, Еврагим Яганов И ребята, которые их поддержали Соответственно, это было вдвойне приятно Почему? Потому что вот то вдохновение, которое они получали Когда ездили раньше в Большую Мартыновку Оно, естественно, наверное, и отразилось в том, что они решили Что надо каким-то образом нам тоже показать Как мы относимся к своему прошлому, к прошлому нашего народа Как мы относимся к нашим предкам, которые завоевали эту великую победу Естественно, все было сделано для того, чтобы это нормально организовать И чтобы ребята успешно прошли этот путь Путь, естественно, не такой уж он и легкий Там трудностей хватало Но я хочу им сказать большое спасибо, что они выдержали Прошли этот путь И, соответственно, участвовали еще в мероприятиях Которые проходили к 70-летию победы в Слободе Большая Мартыновка Естественно, мы все время возвращаемся к истокам К той победы, в преддверии которой мы сейчас находимся Не из-за того, что это просто надо эти праздники отмечать А из-за того, что мы все с вами понимаем Ту ответственность, которая на нас возлагается Тот долг, который перед нами имеется И перед теми, кто принес эту великую победу Мы сегодня живем благодаря тому подвигу, который совершили наши отцы и деды Мы сегодня можем что-то делать и планировать Именно исходя из этого И в том, что память эта сохранилась О 115-й кавалерийской дивизии Кабардино-Балкарской Большая заслуга жителей Слободы Большая Мартыновка Здесь и Мухаддин Лялюшин отмечал И до этого ребята говорили И те, которые занимались этими вопросами поисковыми Они тоже об этом говорят Что то отношение, которое сложилось у жителей Большой Мартыновки К памяти наших предков Оно заслуживает большого уважения И вот эта дружба, которая она Скложилась вот за эти годы Она в какой-то степени и отразилась на том порыве Духовном, на том порыве эмоциональном Который был у тех ребят, которые в прошлом году запланировали этот поход Естественно, у нас эти традиции, они продолжаются давно Мартыновский район и Терский район Кабардино-Балкарской республики Они районы побратимы Хочу сказать им большое спасибо за то, что вот таким образом оценили То, что сделали наши ребята Почему? Потому что не каждый так может сделать Вы правильно поймите Это большая и высокая оценка того, что ребята сделали Не каждый может до этого додуматься И я еще раз убеждаюсь в правоте слов Мухаддина Лялюшевича О том, что их отношение к нам заслуживает большого уважения Спасибо вам большое, Анатолий Николаевич И хотелось бы и дальше, чтобы добрые, хорошие наши дела Не только в этом плане, но и в других направлениях Они продолжались, мы всегда готовы встречать вас Приезжать к вам И вот таким образом только и укрепляются взаимоотношения Добрые взаимоотношения между представителями разных регионов Российской Федерации Между представителями разных народов Российской Федерации Мы сделали, на мой взгляд, неплохой фильм По крайней мере, в нашей группе Это она вся была здесь Я пригласил их, чтобы они вас увидели еще раз Мы хотим сказать Мы сделали все, что могли И нам за этот фильм не стыдно И как мне передавали, там во всех школах прошло Во всех школах Спасибо, что вы приехали Вот и спасибо за ту память, которую вы сохраняете Спасибо вам огромное Александра Мартынова, вы все знаете, но вряд ли знаете О той большой работе, что Саша проводит, проводил Я думаю, будет проводить по тому, чтобы восстановить Именно наших воинов в 115-й КАВ-дивизии Не жалей ни сил, ни времени Он отработал в разных архивах И Министерства обороны В Москве И в других архивах И то, что мы сегодня имеем Это благодаря ему Изумительный человек, который Совершенно себя не жалеть Ради того, чтобы Восстановить историю Жизни Боевого пути Тех воинов, которые остались На Мартыновской земле Изучая некоторые страницы документов Переживаешь в то время Конечно, его пережить невозможно Но видно, с какими трудностями Столкнулись, я называю, наши старшие Во время войны И все больше И хочется найти Какие-то моменты Людей, которые были Во время Великой Отечественной войны Сражались на территории Мартыновского района И установить их судьбу Вы знаете, мартыновцы были поражены В прошлом году Этим событием Приездом конников Вот Я, наверное, конники Помните, как мы были в лагере Как детвора приехала Вот Но до сих пор Уроки проводим Они вспоминают А приедут еще А приедут и так далее То есть, впечатление было такое Что вот она форма Вот она лошадь И так далее И было очень душевно Приятно Видеть отклик мартыновца На заседании клуба Боевые рубежи Не я только один занимаюсь Занимается много людей Занимаются разных возрастов Ученики Пожилые люди Проникнутые этими делами И вот один Ляшик Сергей Николаевич Ну, наверное, конники помнят его Предложил такую идею Давай Учередим Ну, мы обратились к Анатолию Николаевичу Он эту идею поддержал Кстати, Анатолий Николаевич Тоже ветеран Войны афганской Имеет медаль за отвагу Участник боевых действий Он это воспринял Поддержал нас Очень благодарны ему Вот И Было И вот так Эта идея родилась Это не награждение Это Дань вам Память Сохранить память Дружбу народов И память о тех воинах Которые сражались И проливали кров На территории Мартыновского района Ну и всего Советского Союза Еще раз хочу сказать Низкий поклон Народам Кабардино-Балкарии За создание дивизии За воспитание Великих воинов Которые не пожалели Самого главного Жизни Спасибо вам Когда побываешь На земле Мартыновской Рассказать о том Отношения И времени не хватит Но я поймал себя На мысли одной Сколько бы слов Благодарных Мы не говорили В адрес Жителей Мартыновского района Это будет Абсолютно Недостаточно По сравнению с тем Что они делали Во время войны И что они сегодня делают По сравнению с тем Отношением Которое они проявляют Сегодня В памяти Павшим нашим землякам Те люди Которые жили В те годы В то время Когда погибала Наша дивизия Те люди Выхаживали больных Те люди Памятники Строили Те люди Хоронили Павших воинов Наших земляков Их понять можно По возрасту По времени Но что удивительно Они в основном Большинство Ушли в иной мир Сегодня молодежь Мартиновского района Своими глазами Видел В прошлом году Настолько это четко Было передано То отношение Хранение памяти Вся молодежь Почти Подавляющее Большинство Жители Мартиновского района Сегодня Хранят эту память И проявляют Такое Душевное Доброе отношение По хранению памяти Они не закончили Строительство Новых памятников Они открывают С каждым годом Ну Просто это Дорогого стоит И для нас И для всех Особенно Для подрастающего поколения Я уверен Убежден Что жители Нашей республики Взрослое население Когда слышат Слово Мартыновка У каждого Возникает Желание Сказать Огромное Спасибо Всем жителям А вот сегодня От имени наших Ветеранов Мы еще раз Говорим Человеческое Большое спасибо И помните Что ветераны Гордятся Что Они Получают Достойное Уважение И отношение К этой памяти Спасибо вам Далее Анатолий Тесленко Вручил Медали Участникам И организаторам Конного Перехода Среди награжденных Руководителей Республики Организаторы Перехода А также Министр культуры Кабардино-Балкарской Республики Мухаддин Кумахов И кинорежиссер Владимир Бароков Художественный руководитель Фильма Дивизия Сегодня мы хотим Напомнить Как проходили Те памятные мероприятия На Мартыновской земле 70 лет Минуло С тех пор Как отгремели Залпы Великой Отечественной войны Но в памяти народной Никогда не сотрутся Эти годы Тяжелых испытаний Имена тех Солдат и офицеров Которые показали Пример Высокой Человеческой Нравственности Когда мужество Побеждает страх Любовь К родине Выше Неминуемой Смерти В памяти Народной И воины 115-й Кабардино-Балкарской Кавалерийской дивизии Которые в конце Июля 1942 года Оказались на направлении Главного удара Немецко-фашистских войск В тяжелых Смертельных боях Они преградили Путь врагу Потеряв почти Четыре тысячи Войнах Помнят о своих героях В Кабардино-Балкарии Помнят их И в Мартыновском районе Ростовской области Где большинство из них Пали Смертью храбрых 70-летию Великой Победы И 80-летию Образования Братского Мартыновского Района Был посвящен Иконный Переход Старт которого Состоялся В Нальчике У памятника Войнам 115-й Кавалерийской Дивизии 20 апреля С напутственными Словами К участникам Перехода Обратился Председатель Совета Ветеранов Города Нальчика Мустафа Абдулаев Счастливой Дороги Чтобы они Поехали И сказали Большое Салам Большое Спасибо Мартыновскому Району Народу Который Чтит Память Наших Сынов Кабардино-Балкарии Вот уже Говорили Сколько Памятников Там Как ухаживать За этим Памятником Это Для нас Пример Должен И мы Должны Так же Чтить Память Всех Слава Героям Которые Сегодня Живут И вечная Память Павшим За боях За нашу Великий Советский Союз О подвиге Своего Отца Кашумаса Кашукова Героически Погибшего На Мартыновской Земле Рассказала Роза Сабанчиева Мой Отец Он Остался Из группы Артиллеристов Он взял Подвязал Себя Пояс С Гранатами И пошел Еще унести один танк Немецкий Еще одного немца Унести с собой И так вот Погиб под танком И таких случаев много Таких героев В этой дивизии много Поэтому В Мартыновске И улицы названы И школы названы И такие почести Создают Что должно быть Примеров И для нас тоже В добрый путь вам Ребята Счастливый путь Один поэт сказал И пусть не думают Живые Что мертвые Не слышат Когда потомки говорят Они слышат Сегодняшние события И они ждут вас Счастливый путь Участники митинга Возложили К подножью Памятника Цветы Конники Отправились В нелегкий путь Длиною 700 километров Чтобы 1-2 мая Принять участие В праздничных Мероприятиях В Мартыновском Районе Ростовской Области В Слободе Большая Мартыновка 1-2 мая Отмечали 80-летие Образования Мартыновского района Центральная площадь И прилегающий К нему Парк Имени Красных Партизан Были празднично Украшена Казалось, что Все население Слободы Сосредоточилось В этом месте На аллеях парка Расположились Подворья Не только Всех сельскохозяйственных Поселений Района Но и Национальных общин Которых оказалось На удивление много Помимо богатств Казачьей кухни Здесь можно было Попробовать Галушки Украинской И чеченской Версии Отведать плов Курине Оценить качество Многочисленных Закусок Улады Друг Проверят И шашка Златоуст А в тайне Подведет Пути Семь Влада Казоветная С полыной Горькой Вепкою С молитвой Материцей Ни Коль Сотой Семьи Коли Стяги Бьются Коли Песни Бьются По России Казаки Не Переведутся Не Для Тебя Приде Ее Песня Откуда Дня Семь Семь Бьется Его Поревочком Польется Такая Жизнь Не Для Тебя А Для Тебя Кузов Кринца Он Семь Бьется Бьется И Слезы Горькие Прольются Такая Жизнь Прождет Тебя На Многоголосие И Многоязычие Накладывались Разноцветия Национальных Костюмов Среди Которых Выделялись Строгого Вида Мужчины В Черкесках А На Центральной Площади При Большом Скоплении Зрителей Танцевали Национальные Танцы Разделить Праздник С мартыновцами Приехала Большая И Представительная Делегация Из Кабардино-Балкарии Кроме Наездников Которые Героически Преодолели 700-километровый Пробег Прибыла Делегация Во главе С министром Культуры КБР Мухадином Кумаховым Утром 1 мая Вместе С главой Администрации Мартыновского Района Анатолием Тисленко Представителями Местной Общественности Ветеранами Из Большой Мартыновки И делегации Кабардино-Балкарии В Центральном Парке Была торжественно Открыта Аллея Дружбы Которая Заложена В знак Признательности Мартыновцам За сохранение Светлой Памяти И заботу О местах Сохранений Воинов 115-й Кабардино-Балкарской Кавалерийской Дивизии Утром 2 мая Делегация Из Кабардино-Балкарии И жители Большой Мартыновки Возложили цветы К мемориалу Павшим В годы Великой Отечественной Войны Мне кажется Порой Что солдат С кровавой Векрешет С львем Волей Нет земляна По нефильщи Отдак Воскресенье Вечер Мы проводим Автопробег По местам Боевой славы Я Очень рад Что сегодня Этот автопробег В этом автопробеге Принимает участие Представители Кабардино-Балкарской Республики И Вот здесь На этом памятном месте Хочу еще Еще раз сказать Большое спасибо Всем тем воинам Которые До конца Выполнили свой долг И остались На полях Брани Но Самое главное То что мы еще Можем сказать Сегодня Это Тем Выжившим Которые остались И здесь Стоят в строю Вместе с нами Что мы Помним И ценим День Победы Для нас Это важный Это праздник Который Со слезами На глазах Это на самом Деле так Но это Самый важный Праздник Сегодня Для россиян И я В этот день Отдавая Дань памяти Погибших Считаю Что мы Должны Нести Сердца Мы должны Воплотить То что Не смогли Сделать Наши Предки Мы С огромным Желанием Прибыли сюда Принять Участие В этом Прекрасном Мероприятии Все жители Кабардино-Балкарии Разумные Взрослые Люди Все знают И Уважают То что Вы Сделали Во время Войны То что Вы Сделали После Этой Войны И то что Вы делаете Сегодня Это Вы Сохранили Память Наших Земляков Вы Приютили Их У себя В земле Вы Поставили Памятники В честь Этих Мужественных Людей Вы До сих пор Храните Память И Высоко Это Ценят Наши Жители Я хочу От всей Души Искренне От имени Нашей Делегации От имени Жителей Особенно Ветеранов Сказать Вам Большое Человеческое Спасибо Спасибо Возложили цветы также и к памятнику бойцам 115-й кавалерийской дивизии погибших в самой Большой Мартыновке. Имена 24-х воинов высечены на граните этого обелиска. Мы находимся в центре села Слобода и Большая Мартыновка. Здесь летом 1942 года были ожесточенные бои. В частности, 316-го кавалерийского полка 115-й кавалерийской дивизии. На улицах Слободы кавалерийцы этого полка приняли ожесточенный бой. Бой длился с самого утра и до 21 часа вечера. Конники попали в окружение, но нанесли врагу в течение этого боя ощутимые потери. Вместе с танкистами 155-й танковой бригадой. Уже из Мартыновки приходилось выходить из окружения. Майор Захаров и комиссар полка Галачиев остатки полка вывели на Новониколаевку. В дальнейшем бои были возле Новониколаевки. Я бы хотел сказать о героизме и мужестве солдат, у которых было и лет-то 19-20 лет. Не обстрелянные приняли бой мужественно. Конечно, скоротечность боя, условия происходства противника, неясность положения командования, которое находилось в неведении, что происходило у нас здесь. Часто не хватало разведданных, радиосвязи, телефонной связи. Поэтому бойцам приходилось драться в окружении. При этом, чувствуя плечо всех родов войск, танкистов, кавалеристов, артиллеристов. Вы знаете, наши местные жители часто рассказывают о том скоротечном бое. Мало кто заметил, запомнил бой. Ну почему местные жители, кто прятался в подвалах, кто в отрытых окопах. Да, слышали выстрелы, да, слышали защённый бой. Собирали убитых. У нас на месте хутора Захапин, сейчас он разросся, там были окопы, там была позиция кавалеристов и танкистов. Так вот, наши женщины в течение 30-31, да практически до 3 августа, собирали убитых и раненых. Ну а 30-го числа местные жители на повозках вывозили в коммуну Ворошила, которая находится рядом с Большой Мартыновки, раненых бойцов. Госпиталь, который находился в Мартыновке, принимал бойцов и под угрозой, под угрозой, скажем так, фильтрации наших военнопленных. Врачи оказывали помощь. Вы знаете, эти интересные сведения, которые местные жители нам рассказывают до сих пор, они где-то скрывают детали какие-то, где-то забылось. Но самое главное, что люди помнят, какая это была боль, страдания. Я все время привожу пример нашего земляка, лауреата Нобелевской премии, Михаила Александровича Шолохова. Он в великой своей книге за лето 42-го года «Они сражались за Родину» написал такие слова. «Солдаты, ни подвиг, ни страдания ваши Родина не забудут». Если мы сегодня посмотрим на Мартыновку, вы увидите, сколько людей пришло. Да, 80 лет района. Да, большой праздник. Но, тем не менее, в преддверии Дня Великой Победы мы чествуем тех людей, которые сражались на Мартыновской земле и за нашу страну. Вот памятник 115-й Кабарнино-Балкарской дивизии. Вот фамилия. Сегодня наш поисковый отряд «Боевые рубежи» за 5-летний срок сделал большое дело по установлению имен погибших. Завтра мы будем с вами на Ново-Николаевку и увидим, что 385 воинов 115-й Кабарнино-Балкарской дивизии внесено и уйковечены в мраморе. Мы будем с вами в хуторе Московском, где около 111 человек внесено в списки погибших. Мы отдаем дань памяти, дань памяти воинам 115-й Кабарнино-Балкарской дивизии. От себя хочу сказать и передать низкий поклон народам Кабарнино-Балкарии, а также за те подвиги, которые совершили на нашей земле их предки. В Слободе стоит домик на том месте, где в 1942 году погиб политрук Хажмудар Озов. Мы находимся на месте гибели политрука Озова Хажмудара Пашевича. Это в июле 1942 года здесь политрук Озов принял последний бой. Об этом подвиге знают все мартыновцы. Он спас семью, которая жила здесь. Так получилось, что ему пришлось раненому в землянке принять бой. Он оказывал долгое сопротивление. Когда кончились патроны, гранаты, он принял решение не сдаться врагу. В честь его назван в Мартыновке переулок. Мартыновцы помнят и чтят его память. Когда я был в архиве Министерства обороны, мне дали посмотреть личное дело политрука Озова. Там были такие слова, написанные в автобиографии рукой политрука. Какие любимые произведения ваши? Он написал, как закалялась сталь. Это люди были сделаны из сталь. Поэтому честь коммуниста, честь советского человека было для него не просто слова, а достоинство. И вот здесь он последний бой свой принял. Отдал свою жизнь защите Мартыновке и нашей страны. Мартыновцы в честь подвига Озова Хажмандара Пашевича назвали этот периодом. Дабы уковечить память геройски погибшего политрука. Но не только политруку, а еще воинам 115-й как дивизии. Мартыновцы гордятся этим переулком. И вот этот знак как раз посвящен воинам 115-й как дивизии и в частности Озову Хажмандару Пашевичу. Также переулок Озова пересекает улица Кабардино-Балкарская. Естественно, мартыновцы, помня чтят подвиг, назвали в честь Кабардино-Балкарии эту улицу. И люди, когда живут на этой улице, знают, что это в честь 115-й как дивизии. Более того, хочу сказать, что в честь Мартыновки назван внук, получив имя Мартин или Мартын. Мы называем его Мартын. Участники конного перехода и делегация из Кабардино-Балкарии проехали по местам боев 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. На хуторе Новониколаевском самая большая братская могила наших воинов. В 1942 году после боя немцы сложили тела всех убитых в силостные ямы, сверху закидали трупами лошадей и заминировали. И только в 1967 году все погибшие были перезахоронены, а над могилой установлен обелиск. Но и сейчас в полях вокруг хутора находят останки бойцов, погибших в те июльские дни. Только за три года перезахоронено семь бойцов. К сожалению, имена их не удалось определить. Поисковики ведут активную поисковую работу, стараясь установить имена героев. Делегация из Кабардино-Балкарии, участники конного перехода, ветераны приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения останков двух погибших солдат, найденных поисковиками. Православный священник произвел заупокойную службу, а мусульманский обряд с участием старших из Кабардино-Балкарии исполнил местный мула. Затем состоялся митинг, который открыл глава местной администрации хутора Новониколаевский Петр Лось. Проведена большая работа в поиске имен погибших. И вот сегодня мы имеем таблички с 384 фамилиями. И как мы раньше жили вместе, как воевали вместе, так и сегодня имена кабардинцев, балкарцев и русских вот на этих табличках все вместе. Прошу вас поприветствовать от парламента Кабардино-Балкарской Республики, от всех жителей Республики, поздравить вас с приближающейся великой датой Великой Победы, пожелать вам счастья, процветания. Спасибо вам большое, что вы чтите память наших павших героев. Ваша благословенная земля для нас тоже не чужая. Много славных сынов Кабардино-Балкарии сложилось здесь в голову. Вечная слава героям, низкий поклон ныне живущим. Дай Бог, чтобы подрастающее поколение никогда не познало ужасов войны. Спасибо вам. Мы видим вот эти дни, вчера, сегодня. Большое событие происходит на Мартиновской земле. Сегодняшнее мероприятие это забивать нельзя никогда. Один полководец говорил, война заканчивается тогда, когда будет похоронен последний солдат. А видите, сегодня сколько мы хороним еще. И нет, наверное, вот где мы сейчас стоим на Мартиновской земле, ни одного плачка земли, где не пал бы воин наш советский. В том числе 115-я Кабардино-Балкарии, из Тельской земли. Тельский район с 1967 года обратим с Мартиновским районом. И вы знаете, многие здесь присутствующие, побывали они у нас, не проходит много времени, чтобы мы не бывали, чтобы они не бывали, и дети, и старшие, и все. Мы побратимы, кровно мы побратимы. И как было сказано, огромное спасибо тем, кто сейчас вот решителям Мартиновского района, которые вот ухаживают так, за памятниками. Сегодня мы придаем земле останки прах святого воинства российского. Эти люди не услышали победных залпов. Эти люди не шли парадом победы по городе Москвы. Эти люди не брали Берлин. Но для этой победы они сделали все, что могли. Летом 42-го года, январе 43-го года защитили Мартыновский район и освободили от немецко-фашистских захваток. Сегодня на Западе открывает свой звериный лик фашизм, бендеровщина. Оскверняют могилы наших отцов, дедов, прадедов. Надругиваются над нашими памятниками. Изращают историю. Говорят, что мы не освободители, а оккупанты. Это не так. Сегодня мы, молодое поколение, говорим, что это наш народ вынес самый главный вклад в освобождение Европы от коричневой чумы. Сегодня мы, молодое поколение, будем верно хранить память отцов, дедов, прадедов наших предков. Солдаты, ни подвиг ваш, ни страдания ваше Родина не забудет. Затем останки бойцов предали земле и возложили цветы, отдавая дань памяти павшим воинам. На хуторе Московском у памятника павшим воинам в годы Великой Отечественной войны, где захоронены 121 воин и 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии, состоялся митинг. Очень трудно говорить. Комок подкатывает горло, перехватывает дыхание. Мы мысленно возвращаемся в те суровые, жестокие годы войны, когда на Мартыновскую землю вступили наши земляки-баксанцы и остались с ней лежать навсегда. Но мы сегодня со спокойным сердцем покинем Мартыновский район, зная о том, что память о наших земляках в сердцах мартыновцев будет жить вечно. И не только в сердцах старшего поколения, но и в сердцах детей, внуков, правнуков. Потому что старшие вот 70 лет показывают хороший пример своим детям. За что мы вам кланяемся до земли и говорим спасибо. Дорогие друзья, вот сейчас рядом со мной вышли к микрофону сын одного из воинов 297-го полка 115-й Кабардино-Балкарской дивизии, жителей года Баксана, который погиб, и внук, воин из деков хуто. Его отец Нажмудин Бесланеев 8 часов вез сюда, в Мартыновский район, землю из Баксана с таким трепетом, с такой нежностью, с такой любовью, что хочет это он оставить здесь и возьмет с собой Мартыновскую землю. Я больше чем уверена, вот эта земля станет символом нашей вечной дружбы, жителей Мартыновского района и городского округа Баксана. Дай Бог, чтобы этот символ принес мир всей нашей России. Министр культуры КБР Мухаддин Кумаха вручил сельской школе, которая носит имя 115-й кавалерийской дивизии, картину, которая символизирует эту дивизию. К памятнику погибшим участники митинга возложили цветы. Мы завершили автопробег по местам боевой славы 115-й кавалерийской дивизии у Лысой горы, где в июле 1942 года шли жестокие кровавые бои. Здесь мы встретили поисковиков из отряда «Боевые рубежи». В результате поисковой работы на этом кавалерийской дивизии были обнаружены некоторые детали, патроны, штыки и прочие времен Второй мировой войны. В этом месте 27-28 июля произошло довольно-таки массовое сражение. Немецкие части, прорвавшись через переправу у поселка Крепянка, которые продвигались в сторону Батлаевской. 276-й полк пограничный оказал сопротивлением при переправе, но оказалось недостаточно. И здесь силой 115-й кавалерийской дивизии выдвинулись навстречу продвигающимся немецким фашистским захвастчикам. Ну и в этом районе, вот как бы в районе этих трех курганов, самый основной курган Лысый, произошло самое большое сражение. Здесь, на Кругане-Остром, расчет Кашокова принял бой. Умело укрывшись за двумя камнями, он очень длительное время продолжал боевые действия и сумел подбить три немецких танка. После этого орудие было уничтожено, расчет тоже. Ну вот как бы в подтверждение этому мы решили выехать и здесь произвести изыскательские работы на наличие архифактов Второй мировой войны. Эти все находки мы от себя лично хотим передать Баксакскому музею краеведческому. Мы вручили коллекцию книг Владимира Ворокова для библиотеки Большой Мартыновки, а ребятам-поисковикам подарили памятные сувениры. Прощаясь с Мартыновской землей, где героически сложили головы большая часть воинов 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии, мы еще раз убедились, что у мартыновцев удивительно трепетное отношение к павшим бойцам и их памяти. Практически каждый в районе знает имена погибших героев. Школьники впитывают уважительное отношение к ним с самого раннего детства. Чувство патриотизма воспитывается активно работающими поисковыми отрядами. Мы чтим память погибших воинов, наших земляков. Те люди знали, за что они шли на смерть. Они были лучше нас, сильнее. Они уважали себя. Они не дали украсть у себя Родину. Они были победителями. Лишь немногим дано победить смерть, оставаясь навсегда в памяти поколений. Наш эфир завершен, а завтра в воскресенье мы покажем передачу «Достояние станицы Котлеровской». А завершит эфир в рубрике «Год российского кино» передача «Дочь степи и гор» кинорежиссер Лейла Оранышева. Берегите себя. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова